На улице плюс 25 у нас тепло. Смотрите, прилетела маленькая букашечка такая вот, вот такая вот села, вот она лапками шевелит, умывается, гляньте-ка, гляньте, смотрите, как она шевелит вот, лапки вытащила на солнышке, так вынула, греется на листочек, села. Какая же красота, просыпается природа, поют птички. Полила вот удобрением, сейчас покажу каким. Ждала, ждала, все натуральным поливала, потом поняла, все равно растениям, конечно, особенно комнатным, нужна подпитка. То есть взять полезные вещества из хашка особо неоткуда, они ниоткуда не прибывают. Вот, в общем-то, собственно, надо, конечно, вносить удобрение. Собственно, что я и сделала. Сейчас покажу вам, купила я удобрение. В принципе, можно покупать, я считаю, любое удобрение. В общем, я проэкспериментирую вот с этим удобрением. Вот, как у меня в рост пойдут растения. То, что я надеялась на силу природы, на силу солнца, букашек, вот, которые приносят пыльцу где-то что-то, но пока ничего не цветет. Вот, в общем, у меня прямо цветение идет полным ходом. Уже опадают лепестки, сами падают. Вот, ничего я не делаю с ними. Вот. Прямые солнечные лучи попадают на вот эту красоту. Видите? Ну, орхидеи я боюсь выносить на прямой солнечный свет. Они у меня получили уже два раза ожог. В начале марта я уносила, в феврале я даже уносила. Вот моя тепличка. Вот сейчас посмотрим, что там в тепличке делается. Сейчас соблю эти капельки, конденсат этот. Вот. Ну, в общем-то, там работает тепличка. Так, сейчас посмотрю здесь, что делается. Вот. Тут я сегодня даже водичку выливала. Там водички много внутри. Вот, этот конденсат образуется. В общем-то, посмотрим, может быть, я даже залила свою эту тепличку. Не знаю. Так. Ну, вот, полила водой хорошенько вначале. Всё-всё. По инструкции улетела моя гостья. Куда-то она улетела. Погрелась на солнышке. Видите, нет её на листике. Вот. Ну, да бог с ней послетит. Вот. Она путешественница. Она теперь с листика на листик будет перелетать. Вот. Травинки все вон сходят. Видите? Если во дворе посмотреть. Вон. Зелёненькие такие травиночки. Как пушочки такие вылезают отовсюду. Вон. С под земли. Красота, да? Зелёные такие лужайки. Вот они под домом-то. Вот. Почки распускаются. На сирене уже распускаются почки. Ребят. Распускаются, распускаются почки. Вот. В общем, красота. Просто красота. А там уже цветочки. Вы представляете? В том садочке уже цветут цветочки на солнце. Сегодня пойду снимать. Покажу вам эту красоту. Вот такая у меня радость весенняя. Такого весеннего дня. Вот. Это у меня. Полила я мои вот эти авокадо. Тоже удобрением полила. В общем, перед этим хорошенько полила водой. Чтобы не повредить корневую систему. И сейчас покажу вам удобрения, которым я поливала. Сегодня банановой водичкой поливала. Вот подливала и сюда. Вот под эти корешки. И сюда банановой водички. Кожуру банана, в общем, наставила на воде. И потом вот этой процеженной кожурой банана я полила цветочки. Даже добавила и орхидеи. Потому как банан вообще такая питательная среда. Очень сильная. И лимонная водичка у меня здесь. И банановая водичка. Вот. И, в общем-то, пока вот я ограничусь этим. Но можно, в принципе, сюда добавить и выдержать. Потом вот они выпьют эту водичку. В общем, я добавлю для орхидеи удобрения. Чисто для орхидеи. Ну что, розы мои вянут. Розы быстро вянут. В общем, я сейчас сделаю из них черенки. И сделаю так, как вот учат в интернете. И покажу вам, как я буду сажать розы. В общем, попробую, что это такое. Никогда мне это не удавалось. Вот я это попробую сделать. Так. Ну вот мои растения. Вот они такие мои. Поставила их в ряд, которые корешки должны давать. Вот пионерский наш атлет выстроился в ряд, как говорится. Да? Так. Маленькие детки у меня такие тут. Поросли молодые. Так. И вот покажу я вам удобрения, которыми я сегодня поливала мои растения. Вот мои удобрения. Вот они. Видите, универсальный подкормочный такой состав. И для орхидеи. Вот. Не знаю, насколько это хорошее средство. Но попробую это сделать. Проэкспериментировать. И вот. Я думала, что много надо добавлять. В общем-то вот. Я взяла вот такой стаканчик. Налила просто воды сюда. 20 миллиграмм. Сколько это? И оказалось вот совсем. Вот. Прямо по эту рисочку нижнюю. Видите? Вот совсем. Это 20 грамм. Ну, то есть ложку столовой я не могу использовать для удобрения. Мне жалко. Потому что ложки кушают. Вот. И я взяла, в общем, померила. Просто водички в ложку налила. И, собственно, на литр воды 20 миллиграмм вот этого состава. И на хорошо политые растения, уже на хорошо пролитую землю я вот налила вот этот состав растворенной в воде. Я даже в двух литрах растворила вот такой состав удобрения. То есть я боюсь. Это кондорные растения. Все-таки. Не рискуйте. Не рискуйте.